Медина, расскажите, пожалуйста, что это за проект? Вы заявляете, что целью его является обучение 20 детей с ментальными нарушениями, и выбираете возрастную категорию от 12 лет. Скажите, с чем это связано, именно выбор этой возрастной категории? Данный проект получил поддержку фонда президентских грантов на первом конкурсе 2024 года. Называется у нас этот проект «Мам, я сам» – центр обучения самостоятельных навыков для детей с ментальными нарушениями. Мы вот сейчас, официальное открытие у нас будет в мае, а почему именно такая возрастная категория, я думаю, лучше ответит психолог нашего проекта. Так как мы ставим перед собой такие достаточно сложные задачи, потому что дети будут учиться выполнять домашнюю работу, как готовить, делать дома уборку, выносить мух, ходить в магазин. Поэтому, конечно, возраст должен быть от 12 и старше. Это самый такой благоприятный возраст, чему-то научить ребёнка. То есть если дети будут младше, задача им не по силам. Да, если ребёнок уже старше, там намного, там за 20 уже, ну, обучать сложнее, чем старший возраст, тем сложнее какие-то навыки приобрести. Поэтому, ну, вот самый благоприятный возраст – это вот 12, 13, 14, 15 лет. Поэтому вот именно возраст обусловлен этим. А этот центр, он уже функционирует? Вы работаете? Пока нет. Центр у нас официально откроется в мае месяце. Сейчас у нас идёт как раз информационная заявочная программа. В наших социальных сетях мы везде разместили информацию об этом, ссылку на анкету для родителей. У нас был подготовительный этап. Команда проекта поехала в Краснодар, где есть не центр аналогичный, это больше квартиры. Набрались опыта, прошли обучение у специалистов, которые уже занимаются этим. Мы подготовили помещение, чтобы оно было полностью оборудовано под квартиру, под те условия, которые, в принципе, для детей привычны и комфортны. И на данный момент у нас такое, можно сказать, техническое открытие. Мы сами всё пробуем, смотрим, как всё функционирует, работает. А в мае уже, когда мы официально откроемся, мы обязательно вас пригласим в гости и всё покажем и расскажем. Расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности вашего центра. Я подготовилась к этому вопросу. Смотрите, на каждого ребёнка у нас будет вот такая вот папочка. И здесь, как мы говорили, самостоятельно бытовые навыки. Я не знаю, видно в кадре или нет. То есть это то, что, в принципе, имеют все дети и взрослые. Но так как у этих детей есть нарушения ментальные, неврологический статус, то им нужно более особое внимание уделить. И вот каждый ребёнок у нас будет проходить. То есть сейчас он это будет делать. Но когда мы это всё обучим, в конце вот здесь будут все эти квадратики. И тут у нас подробно всё расписано, как гладить, как стирать. То есть все карточки подобраны специально. Лейла выбирала с педагогом. Где-то мы были вот то, что команда проекта ездила на практику. Чем-то они поделились. Что-то мы самостоятельно подобрали. То есть вот такое вот у нас есть наглядное пособие для каждого ребёнка, где он может наглядно видеть. Если честно, в процессе работы настолько заинтересовались, что сами себе тоже многие захотели, участники нашей команды, о том, что это реально интересно и полезно и для нормотипичных детей в том числе. Это называется визуальное расписание. Так ребёнок понимает, какие задания ему нужно сегодня выполнить, сколько этих заданий будет у него в день, когда это закончится. Когда его отпустят уже. И здесь вот чёткий алгоритм действия. Что ему нужно взять, например, чтобы погладить, чтобы приготовить. И вот алгоритм, то есть сначала нужно раскрыть доску, потом включить утёк. Это очень поможет для детей, которые, допустим, неречевые, невербальные дети. У них опора именно на визуал. То есть так нам будет легче объяснить, что конкретно мы хотим от ребёнка. И поможет быстрее сформировать нужный навык. Например, ребёнок собирается приготовить салат. Ему нужно взять определённый набор предметов и продуктов. Вот он взял, он видит, что нужно взять огурец, взял, карточку снимает, помидор. И так он точно будет знать, что он ничего не забыл, всё приготовил. Дальше у него есть полная инструкция того, как приготовить. То есть сначала я режу помидор. Если он в задаче справился, убрал. Приступаю дальше. И, собственно, до конечной цели своей. Очень важно для нас, чтобы каждый ребёнок чётко усвоил весь алгоритм действия. От начала и до конца. Тогда мы точно будем знать, что дома ребёнок сможет приготовить сам себе салат. Каждый ребёнок получит такой альбом в подарок домой, потому что для нас очень важно, чтобы дома навык закреплялся. Если мы научили ребёнка застилать постель самостоятельно, а дома это продолжает делать за него мама, то, естественно, все наши усилия обнуляются. Поэтому каждая мама получит такой альбом для того, чтобы понимать, как именно научить закрепить, вернее, полученный в ходе у нас навык. Занятие, да. Лейла, вы как раз заговорили о родителях, о помощи родителям. Вот у меня вопрос следующий именно с родителями и связан. Вы какую-то помощь будете оказывать методическую или консультационную родителям детей с ментальными нарушениями? Обязательно. Конечно, вообще для того, чтобы решиться дать ребёнку вот такую самостоятельность, даже вот приготовить салат, ему нужно доверить нож, да, взять в руку ребёнку с ментальными нарушениями, но, как правило, это дома не разрешается, да, от него всё прячут, все острые предметы, не разрешают там включать печку, не дают возможность выходить одному на улицу, потому что это небезопасно кажется родителям. И тут очень такая психологически мы должны подготовить родителей, чтобы они доверились нам, и что действительно мы научим ребёнка самостоятельности, да, и им самим будет немножко легче в быту жить. Наверное, хотелось бы немного дополнить Лейлу. Во всех наших проектах, которые реализует фонд Доброгорье, мы всегда уделяем внимание родителям. То есть всегда у нас психолог отдельно работает с родителями, и, в принципе, на постоянной основе мы также оказываем консультативную помощь. В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что у родителей есть такая небольшая гиперопека детей. Иногда очень большая даже. Ну да, по-разному. И поэтому, ну, к сожалению, они же не могут быть постоянно со своими детьми. И вот какие-то вот такие вот бытовые навыки, они обязательно должны быть у детей, чтобы он был не полностью зависим от своего родителя. И на самом деле это важно, и мы рады, что фонд президентских грантов тоже нас поддержал, понял важность данного проекта, и у нас теперь есть возможность его реализовать. Вообще глобальная цель – это научить человека жить самостоятельно, одному. Да, но так как мы работаем с детьми, вот начинаем мы с того, что они вот какую-то сферу делегируют детям, да, вот самому приготовить, самому себе постирать, самому погладить, одеться, выйти куда-то самому, вынести мусор, сходить в магазин. То есть это очень важные и простые, казалось бы, вещи для нас всех, но они очень остро стоят вот в семьях, где растет ребенок с ментальными нарушениями. Каким должен быть итог, что получат, какие навыки приобретут дети с ментальными нарушениями после прохождения вот этого курса, который вы им предлагаете? Как я уже сказала, да, глобальная цель – это развитие ребенка самостоятельность, да. То есть, ну, такая минимальная цель – это облегчить ребенка и родителям совместное проживание, да. То, что чем меньше будет зависеть ребенок от взрослых, тем комфортнее будет его жизнь. Если мама знает, что она может выйти спокойно на 2 часа, на 3 часа, на целый день, что ее ребенок не останется голодный, что он сможет там справиться с какой-то задачей, ну, там, элементарно, там, не знаю, погреть себе еду, приготовить себе что-то, погладить, постирать, выйти. Ну, классно же, когда ребенок сходил в магазин, купил то, что ты попросила у него. Не то, что он захотел, схватил и съел, не дойдя до кассы, а именно ориентируясь на список продуктов, которые ему дали. Скажите, а есть ли уже какие-то поможительные примеры этой работы, результаты, на которые можно уже ориентироваться? Можно я расскажу? Конечно. Мы ездили на стажировку в Краснодар, и там реализован проект «Открытая среда», да, они называются? Ну, там живут уже люди постарше, конечно, от 20 плюс, и там идея такая, что они учат их самостоятельно проживать в квартире, то есть справляться с бытовыми проблемами. Ну, у нас нет такой цели, чтобы вот там объяснить ребенку, что ты будешь теперь жить сам, но у нас есть цель вот сказать, что ты можешь быть помощником своим родителям, ты можешь самостоятельно что-то делать, да. Поэтому для детей это очень важно. То есть мы видели молодых людей, мы видели молодую девушку Лизу, которая вот сама приезжает, то есть Краснодар – это большой, достаточно город, она сама, пользуясь транспортом, приезжает, делает там необходимые дела на сегодня, уезжает, идет там на другие мастер-классы, то есть у нее есть такая вот модель жизни обычного человека. И совсем другое дело, когда человек с ментальными нарушениями, ну, как, к сожалению, как это чаще всего бывает, закончив школу там коррекционную, он остается просто в четырех стенах, то есть у него нет никаких занятий, некуда ему выходить, нечего ему делать, дома опекают, все за него делают. И, конечно, ну, такую жизнь нельзя назвать полноценной, да. Ну, и по поводу, говоря по итогам, сейчас у нас данный центр, то есть у нас этапы будут для 20 детей, да, но в дальнейшем, конечно же, мы хотим гораздо большее количество охватить, чтобы центр функционировал уже, может, самостоятельно. И тот опыт, который мы приобретем, как правило, мы всегда делимся с нашими коллегами, партнерами нашими. У нас в республике есть и другие центры, которые тоже работают с такими детками, то есть вот такими альбомами, теми навыками, которые мы приобрели, потому что мы же не можем все предугадать. Как правило, в ходе реализации всегда появляются какие-то новые аспекты, с которыми мы, ну, вот в процессе учимся, так сказать. И это очень такой важный, ценный опыт, с которым мы, естественно, с удовольствием всегда поделимся со всеми нашими партнерами и коллегами, как в республике, так и за ее пределами. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе и будем надеяться, что ваш курс действительно окажется полезным для детишек с ментальными нарушениями, ну и, конечно же, для их родителей и во многом облегчит жизнь и быт детей с ментальными нарушениями. Спасибо еще раз.